Добрый день дорогие наши друзья наши товарищи мои подписчики канал добра и позитива говорит показывает москва россия и сегодняшнем таком можно сказать что не запланированном таком ролике выпуске да я бы хотел во первых представить вам своего друга моего боевого командира с кем мы в свое время служили я был сказать так я призвал тебя от своим командам да 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 и встретился я сегодня с иваном вообще не знаю я предпереполняют меня эмоции потому что я на эту тему буквально недавно записал подкаст про армейские годы кто не послушал в принципе можете там зайти в описании есть ссылочка да на подкаст армейская служба и в преддверии конечно вот 23 февраля я посчитал своим долгом посчитал своей такой вот ну как бы обязанностью даже да записать такой ролик про армию и спасибо огромное ивану то что он откликнулся да многие у меня спрашивают служил я в армии там не служил да я служил вот тому подтверждение сегодняшний сегодняшний совместный такой ролик ваня ну в принципе давай вспомним как это было на самом деле ты вообще был офицером я был срочником да все это случилось в москве на станции угрешеская если я помню точно да не команда центральный центральный военкомат улице угрешеская вот расскажи всю правду это был девяносто третий год я был у звания старшего лейтенанта прибыл в военкомат для набора сказать будущих воинов воинскую часть вот там я приметил вот этого хлопчика красивого здоровенного я так понял сергей занимался спортом уже тогда вот был подтянут здоров и я подошел сказал малой хочешь служить в москве вы крикатка я ешь из москвы а я набирал людей в москву в саму воинскую часть которая находилась метро свивого вот часть 10 853 с дорожный путевой батальон Сергея призвали в мостовую роту вот был путевой батальон если кто-то шелезнодорожник он это все понимает и знает что такое мостовая рота что такая путевая но не путайте со стройбатом да не путайте со стройбатом потому что в дорожные войска это войска которые имели на своем вооружении оружие и автоматы были и оружейка и заступали люди в наряд сдавали это оружие считали пересчитывали был свой караул был в москве вы представляете там метро свивого был оружейный склад где был караул ходили там люди в караул и так далее то есть вот такое время было и вот я Сергея приметил завтра привез его в свивого и с с этого момента началась воинская служба наша совместная вот ну правда наши пути потом чуть-чуть разошлись потому что я ушел в другую роту на повышение а Сергей остался в мостовой роте ну а дальше дослужился кстати до целого старшиной роты вот если он вначале сказал что многие спрашивают служил нет он еще как служил он служил так что в роте вот все ребята которые служили они понимают в роте офицеры практически не нужны были ни на подъеме ни на отбое потому что Сергей своей харизмой своей вот всей такой он парень душевный сейчас доброй и позитив творит но блин рот вот так одержался и офицеры были очень довольны им вот соответственно как бы получал за это определенные какие-то льготы там лишние увольнения и так далее но всю вот боевую подготовку в роте Сергей держал на ура дослужился что очень редко в так тогда в то время до звания старшины роты вот такие вот вот такая была вот начало службы в принципе спасибо за такие вот воспоминания за теплые слова в принципе я с тобой полностью согласен но у меня из моей вот воинской службы то что все спрашивают расскажи какой-то случай расскажи какую-то такую знаешь там какую-то вот ну ситуацию такую интересную да ты знаешь вот у меня во время службы ну тогда конечно сложно было потому что понятно было дорого на дома хотелось домой тем более я на тот момент уже как бы у меня была супруга то есть мне мне меня тянуло домой там хотелось побольше по времени проводить семьей там ходить в увольнение там ездить в отпуск это объяснимо поэтому наверно я служил хорошо вот но из таких запоминающихся случаев да я наверно вот помню такой ну вернее даже несколько случаев но наверное начну с приятного с такого когда можно заканчивали воинскую службу как ты сказал что дослужиться до старшины было сложно был я старшина и был еще один старшина в нашем батальоне не помню сейчас как его фамилия уже просто ну действительно столько лет уже прошло и я помню такой случай когда весь батальон проходила отдавал нам честь как бы нас провожали уже на гражданку да то есть уже был приказ подписан там соответственно вот это вот я запомню на всю свою жизнь то есть это было на самом деле так приятно и помню такой случай когда ну ты знаешь это наш общий знакомый юра он был у меня командиром командиром роты да и он после вот этого развода значит соответственно меня пригласил к себе в канцелярию в роте да и по тем временам там значит мне подарил подарок там сказал теплые слова даже дал деньги мне потому что мне сказал что там ну как будет сложно будет трудно там на гражданке там понятно пока нет работы неопределенность и вот это я запомнил на всю свою жизнь вот то есть вот такой вот и да и на самом деле вот мы до сих пор скажу вот сколько лет прошло да все держимся общаемся созваниваемся вот находим время для того чтобы как-то вот провести время провести досуг и вот пользуясь случаем конечно вот многие тоже там пишут там боятся служить идти в армию там боятся как-то вот ну не знаю себя что ли попробовать в неких таких других условиях вот вами скажи пару слов может быть моей аудитории молодым парням которые планируют пойти в армию либо не планируют но вот так вот жизнь как бы распорядилась и пойти послужить может быть напутственные слова немножко но сейчас времена немножко там другие по сравнению с теми которые раньше были вот раньше еще идеология была там оставалось советского союза это вот в начале 90 я же говорю мы встретили сейчас немножко чуть-чуть все по-другому но могу сказать однозначно там про себя вот про сергея там и другим рекомендация армию нужно пройти потому что армия делает человек по-другому он воспринимает эту жизнь пускай говорят что в армии делать нечем дедовщины и так далее ну да дедовщина но в этом воспитывается характер вот не только устав строевые и все остальное или боевая подготовка но и взаимоотношения между людьми и когда человек отрывается от дома от семьи от мамы и так далее он попадает в коллектив коллектив это извините не детский сад не школа а это уже взрослые мужики которые понимают что им нужно там от жизни да начинается формироваться сознание но при этом люди которые от служивших в армии редко наверное есть я не знаю может быть и есть такие но я ведь ни от кого еще не слышал чтобы человек прошел прошедшие армейские годы пришел и сказал что все плохо там и так далее воспитывается характер человек смотрит на жизнь по другим по другому совершенно другими глазами вот относится к жизни более сто раз серьезнее чем до этого было вот сейчас у нас тенденция такая что каждый хочет отмазаться не хочет идти в армию может оно как-то и да но если есть какие-то способы где ты должен закалиться мужественно там себя в силу воли какую-то воспитать может быть и армия не нужна я беру тех ребят которые занимаются спортом да оторваны тоже от дома там различными видами там единоборств бокс и не только и командными видами но сейчас когда год сделали армии даже год дает очень многое вот очень многое во первых при поступлении куда-то да вот сегодня человек об одном думает завтра он захочет быть не знаю пойти каким-нибудь разведчиком там там полицейским не знаю там прокурором и так далее без армии такую специальность не освоить то есть должна быть пройдена военная служба это конечно сейчас не престижно но все-таки армия дает о себе знать даже я будучи офицером учился военном училище четыре года не студент это многие знают кто учился военном училище что это закрытая территория до два года то есть да мы учились точно также получали высшее образование но у нас была закрыта территория как в армии и эти годы я вспоминаю с большим удовольствием потому что загалили человек ну короче мой совет надо идти в армию надо служить не говорю родине долг отдать вот это уже как бы наверное неправильно да а просто чтобы себя проверить в жизни вот как как ты выживешь в этом коллективе и так далее и тому подобное и вот мои друзья у которых есть сыновья двоих скажу они отдали специально своих детей в армию после этого дети пришли их не узнать просто вот они сами говорят что все по-другому все как бы все хорошо вот так вот спасибо большое и пользуясь случаем хочу всех мужиков парней ребят поздравить с праздником 23 февраля пожелать силы духа крепости характера хорошего позитивного настроя вот творить добро быть людьми вот мои такие напутствия вот ну и спасибо ивану спасибо друзья пока